Хотела вопрос задать. Я не могу отказывать людям, которые нуждаются в моей помощи. Вот, например, недавно Бог послал настоящий человек и пошел дома, потому что мама его умирает. Упала на полу и лишилась. И вот мы с ним уже долгое время выхаживаем ее. Он попросил меня помогать ему. И я не могу отказать, но в то же время это занимает очень много моего времени, поскольку у меня много еще других обязанностей, кроме, так сказать, моих личных. Я понял вас. Спасибо Богу. Да, да, я уже понял эту вашу, ну, как сказать, натуру, ваше естество. Оно, с одной стороны, великолепно, с другой стороны, вам постоянно, наверное, приходится учиться и учиться понимать фразу из Нового Завета. В Добродетели будьте рассудительны. То есть, этот Добродетель, конечно, хорошо, но в этом случае, я думаю, вам необходимо... Как-то раз я что-то похожее вот слышал от вас, вам нужно составить список людей, список забот, в том числе список ваших проблем, в том числе со здоровьем. И потом сказать ему, вот смотри, сколько есть людей, сколько есть проблем, которые я должна, обязана решать. И эти проблемы, некоторые из них появились задолго до того, как твоя проблема. Поэтому ты можешь на меня рассчитывать только вот столько раз в неделю. Допустим, два часа в неделю я смогу приходить, или раз в три дня по одному часу, не более. Иначе, если ты хочешь получить от меня больше, тогда давай подумаем, как ты будешь помогать вот в этом, в этом и в этом. Я тогда смогу больше времени уделить, но тогда и ты, либо твои друзья. Вот тут только так нужно решать проблему. Вы знаете, мне кажется, что каждый раз просто Бог там посылает мне такое испытание. И Он же говорит, что не дам тебя с высшей сил. Но смотрите, когда Бог действительно не дает сверх сил всем людям, неважно, верят они в Бога, не верят, но когда Он так говорит, я не дам тебе сверх сил, Он дает нам, во-первых, способность верить в это, но написано, а по уму вы будьте совершеннолетние. Это ведь тоже сказано в Новом Завете. Помните эти слова, да? Да. Но дело в том, что Бог хочет, чтобы мы были как дети, но, так сказать, по какому признаку? Не такие? Доверчивые. Вот именно, что доверчивые, добрые, любящие без всяких, так сказать, корыстных целей. Но это мы. Это мы действительно должны быть такими. И эта детскость, она нас защищает. Но мы должны понимать, что общаясь с людьми, у людей вообще может не быть таких ценностей, как у нас. Они могут по-другому думать. И в каждом из нас есть греховная плоть, о которой, опять же, сказано в Библии. То есть, часть нашей натуры заражена настолько, что мы не можем быть идеально, как дети себя вести. То есть, мы совершаем какие-то ошибки. И другие, они ведут себя так, что наша любовь, вот, например, опять же, написано, Бог, кого любит, того наказывает. Почему наказывает? Потому что Он знает, что если не наказывать, то мы просто сядем на шею. Мы станем лентяями, паразитировать будем на Его доброте. Он будет как раздаточная машина. Ну-ка, дай-ка мне. Не дает, очень часто не дает. Или дает, но не в той форме, в какой мы хотим. И точно так же, как Бог с нами поступает, этот принцип нужно перекладывать на... Вы ему... Вот он же человек, который, наверное, несовершенен, да? Тот, который просит Вас о помощи. Да, он помогает. Да. И Вы ему помогаете. И это означает лично для меня, что Вы как Бог, который посылает дождь на праведных, неправедных, верующих, неверующих, на маньяков, педофилов там, и просто великолепных людей по образу жизни. Все получают дождь. Есть что-то, что получают все. Точно так же и Вы. Вы такой человек, который даете что-то всем людям. Не важно, какие они, как там себя, какой образ жизни. Но очень многое, что Вы можете дать, Вы должны давать только при определенных условиях. Точно так же Бог. Даже нам, людям, которые верят в Него, которые стали для Него как родные дети, потому что мы поверили, мы исполняем заповеди, мы приняли Христа в свою жизнь. Даже мы и то не получаем столько, сколько хотим, или сколько просим, или ну и так далее. А почему? Опять же, вот этот принцип. Мы не всегда ведаем, чего мы хотим. Поэтому, добродетели, будьте рассудительны. Я думаю, что мир, в котором мы живем сейчас, он настолько пропитан хитростью, лукавством, каким-то таким стяжательством, или любостяжанием, или вот это вот себелюбие, эгоизм. Это настолько вот распространено, то есть сейчас утрачены многие традиции, преемственности, из поколения в поколение. Вообще каждый поступает, как хочет. И буквально мир разрывается. Вот это террористический акт Восла. Произошел почему? Потому что этот Брейвик, который убил кучу молодых людей, потому что он, вот ему идея пришла в голову. И плевать он хотел, что как там чего эгоизм, себелюбие. И в этом смысле добро сегодня нужно делать очень осторожно и дозировано. Учить людей, получая добро, ценить его. Мне кажется, что вот вам придется постоянно этому учиться, потому что вы очень добрый человек. И вам очень тяжело справиться с этой силой доброты, которую буквально могут использовать со стороны кто-то. И вы где-то незаметно для себя просто потому, что вы альтруист, вы настроены, вы заряжены, вы человек мира. Но когда Христос уходил с земли, он своим ученикам, помните, сказал, а теперь возьмите меч, а теперь возьмите вот то, другое. И когда военные подходили и спрашивали, а нам-то что делать? Он не сказал им, оставьте оружие, вообще не служите там в армии, не применяйте силу. Нет, он сказал, если у вас такая ответственность, вы исполняйте ее правильно. Не обижайте других, не забирайте чужого, когда там на чужой территории будете, врага одолеете. Ну, вот понимаете ход мысли моих? Огромное вам спасибо, жажду встречи, надеюсь, когда-то у меня появится просвет, постоянно следи за передачами. Привет вашей семье. Спасибо большое. Огромное спасибо. Передавайте привет вашим родственникам и вашей дочке, насколько я знаю, у вас есть дочка. Прямой эфир день.